В Старобельске день высокомобильных десантных войск Украины отметили футбольным матчем мира. Поздравить десантников и жителей города приехали ветераны Киевского Динамо. Праздник футбола посетила и наша съемочная группа. Количество зрителей, которые собрались на стадионе Кола в Старобельске, могут позавидовать команды премьер-лиги. И это несмотря на 35-градусную жару. Люди не пожалели, все было сделано в лучших традициях проведения подобных матчей. Поздравить десантников и жителей города приехали легенды украинского футбола. Олег Соленко, Виктор Хлуст, Юрий Дмитрулин, Виталий Косовский. Конечно, атмосфера чудесная. Мы видим, что много людей сегодня пришли. Конечно, в Украине сегодня не объявлена война, но людям нужно, знаете, немного святость, немного радости. Порадовались проведению такого матча и десантники. Для них это хорошая возможность отвлечься от войны. Это просто шикарно. Для нас просто разрузочный день. Просто шикарно. В Синдяк им очень классно. В первом тайме десантники показали, что умеют не только защищать свою родину, но и играть в футбол. На радость себе и своим болельщикам они забили три безответных мяча в ворота динамовцев. Капитан Киевлян, один из лучших нападающих своего времени, Олег Соленко нашел оправдание своей команде. Ну, это пока мы приехали, не размялись, тем более и поле, тем более ребята молодые, бегающие, правильно, потому что им, пусть этот азарт у них выходит, сейчас тут остается. После перерыва киевлянам удалось совершить подвиг. Они смогли сравнять счет и перевести игру в серию после матча в пенальти. Пока динамовцы спасались от поражения на поле, МЧСники спасали зрителей от жары. В серии пенальти вызвала сильный ажиотаж. Чтобы ее посмотреть, нужно было пробиться через редуты болельщиков. Долгое время команды не уступали друг другу, но все же опыт сделал свое дело. 5-4, победа за динамовцами. После этого команды получили награды от организаторов матча. Хочу поблагодарить организаторов, которым удалось провести этот прекрасный праздник. Сердце радуется наблюдать, как мир возвращается на нашу землю. После матча ветеранов футбола еще долго не отпускали болельщики. Каждый смог получить автограф. Алексей Виноградов, Вадим Цветков, ОДИИ.